Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то на днях в одном из своих коротеньких видео на YouTube мы с вами затронули такую тему образа и подобия Божия в человеке, о том, что часто так говорят, что человек создан по образу и подобию Божию. И вы дружно написали, что не против поговорить, пообщаться на эту тему, чтобы я более подробно ее раскрыл, объяснил, и вот решил сегодня об этом немного рассказать. Действительно, правильнее будет сказать, что мы созданы по образу Божию, а подобие – это есть наша цель – уподобиться ему. То есть образ Божий – это некая данность, а подобие – скорее заданность. И, конечно, вы знаете, что бывают самые разные виды духовного подвига и совершенства, святости. Бессеребреники, юродивые, святители, равноапостольные, преподобные. Все это деление, конечно, достаточно условно, но само слово «преподобный» обычно и означает, что данный человек максимально уподобился Богу. Библию вы, конечно, читали и заметили, что о сотворении человека по образу Божию говорится в Священном Писании неоднократно. Как, например, в первой главе книги «Бытия». Там есть такие слова «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». А дальше говорится «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И вот про подобие тут уже не говорится. Так что же такое этот образ Божий? Как правильнее его понимать? В общем, святые отцы говорят нам о том, что образ Божий – это такая способность человека отражать божественные совершенства. Например, как Бог есть абсолютный разум, так же и человек тоже существо разумное. Бог – дух. Человек тоже имеет в себе духовную составляющую. Скажем, Бог вечен, и отражением вечности в человеках является бессмертие. Бог – творец. Так же и человек наделен тоже некоторыми творческими способностями. Бог – царь мира. Человек тоже должен был, как вы помните, владычествовать на земле. И вот для восточных отцов церкви образ Божий – это прежде всего способность человека быть причастником божеского естества. Еще святой Григорий Низкий, один из трех великих каппадокийцев, который жил давно, в IV веке еще, так говорит об этом. Бог – он по природе самоблагость. Он создает человека не по какому-то иному побуждению, а только потому, что благ. Благ – совершенство благости проявляется в том, что он вызывает человека из небытия к бытию, и в изобилии сообщает ему всякое благо. Список этих благ так длинен, что перечислить их невозможно, и все они содержатся вкратце в одном выражении – человек создан по образу Божию. Образ в том и имеет сходство с первообразом, что исполнен всякого блага. Вот так об этом говорит великий богослов и святитель. Да, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что этот образ Божий в душе, в человеке, очень сильно искажен и последствием первородного греха, и нашими личными прегрешениями. Как икона, которая тоже являясь образом Божиим, может быть очень сильно закопчена, растрескана, изуродована, так же и человек своими преступлениями против нравственного закона Божия. Он может запачкать, закоптить, загадить свою бессмертную душу. Но все равно нужно помнить, что если даже очень-очень хочется осудить такого человека, грешника, он все равно несет в себе образ Божий. Его этот образ может быть почти не видно, но все равно верховный судья ему, этому человеку, только Бог. Купать эту, конечно, можно смыть, но, как известно, пачкаться всегда быстрее и проще. Об этом вы и сами прекрасно все знаете. Чтобы омыть ее, нужны слезы покаяния, исповедь, регулярное причащение. Часто, да, внешне мы весьма благопристойны и порядочны, чинны, но внутри у нас от греха может быть постоянная боль раненой души. На протяжении всей жизни мы часто несем эту боль. Грехи бывают и большими, и маленькими, но это все равно, все это душевные раны. И очень много маленьких ран могут болеть ничуть не хуже, чем одна большая. Их надо лечить, благо лекарства для этого в церкви есть. И лекарства это можно и нужно использовать. Вот, пожалуй, то, что хотелось сегодня сказать вам. Надеюсь, что еще не один раз встретимся и побеседуем на самые-самые разные темы. Я в прошлый раз спрашивал, всем ли приходят уведомления о моих новых выпусках. И вот, как выяснилось, приходят далеко не всем. Так что не стесняйтесь, пожалуйста, заходите на канал сами, когда есть время и желание. Я же надеюсь, что мы действительно еще не раз побеседуем. Всем тем, кто помогает строительству нашего храма, хочу сказать очень большое спасибо. Номер желающим помочь будет, как всегда, закреплен в первом комментарии под этим видео. Пусть Господь вас всех благословит. И до новых встреч, дорогие друзья. Христос посреди нас.